всем привет вы на канале вышивка плюс а сегодня я хочу вам показать посылочку которая пришла мне так из интернет-магазина mp studio первый раз я там заказывала сейчас расскажу все поподробнее что это за магазин для меня для самой это была новость так здесь у меня такой рекламный проспект совершите следующую покупку на сумму 1500 и получите скидку 15 процентов на весь заказ вот у меня еще есть скидка на следующий заказ я не уверена буду ли я так быстро сделать второй заказ я еще не показал что я получила на этот раз так девчонки я думаю вам очень интересно дело в том что я подписана на эту группу вконтакте и вдруг вижу в ленте 10 процентов скидка на новинки девчонки вот только вышли новинки я их увидела первый раз и тут же увидела что на них скидка была 10 процентов и я заказала три наборчика по очереди сейчас буду показывать да если кому-то интересно ссылку на группу я оставлю под видео в магазине мир вышивки по моему тоже уже поступили эти новинки но их еще не было ни в одном магазине и я увидела в официальной группе mp studio эти новинки вышли и прям быстренько их уже купила вот сейчас может быть уже они есть других магазинах но вот я захотела их получить быстро получила я их очень быстро единственное что неделю вам видео не могла снять но получила очень быстро посмотрите какой прекрасный кактус но вы наверняка уже видели что у меня есть кактусы вышитые бисером и теперь нитками на пластиковой конве я увидела кактусы в общем какой-то пошел кактусовый бум вышивальном мире да и я не осталась в стороне хотя как цветы кактусы я не особо люблю но наборы настолько шикарны настолько красивые что я решила вышить кактусы хотя конечно же дома я их не развожу эти кактусы двухсторонние вот они двухсторонние горшочек вот такой интересный с глазками единственное что вот здесь очень много таких мелких деталей и вот здесь никак не вырежешь в серединке здесь видна белая пластиковая канва но я думаю от этого они не смотрят совершенно хуже вот хотя вот здесь вот эти места вот допустим можно вырезать еще здесь нужно чтобы осталось по одной клеточке а здесь вот кое-где я вижу по 2 а если маленькими ножничками постараться то можно еще попытаться вырезать эти колючки но вот здесь допустим одну клеточку можно вырезать вот здесь можно одну клеточку вырезать ну ладно это неважно это потом когда уже я вышлю там уже будет видно поподробнее можно вырезать или нет дело в том что когда мы вырезаем нужно вот одну клеточку оставлять как раз сейчас я вышла матрешку вот у меня уже готовы две половинки кто подписан на мой канал и смотрел мою предыдущую вышивальную неделю там я показывала как продвигалась у меня эта работа хотела вышить я подряд все четыре матрешки это четыре сезона весна зима лето осень но вот вышила я только одну и увидела кактусы девчонки пока матрешки отодвигаю я и следующую я буду вышивать игрушку не матрешку а кактус сейчас как раз концу видео я определюсь какой кактус я начну вышивать и вы его увидите через неделю через две там в общем не в этой вышивали неделе которая выйдет вот на днях а на следующей неделе я вам покажу уже новый процесс который я начну и в ближайшей вышивальной неделе я покажу как я буду сшивать эту матрешку я еще ни разу не показывала в своем видео вот видите мне ее нужно вырезать и как раз я подробно хочу показать как я вырезаю и как я сшиваю эту матрешку но у меня есть уже готовые игрушки от этой фирмы я кстати очень люблю эту фирму жар птицы вот уже у меня есть две вышитые то есть опыт у меня имеется вырезать сшивать вот веревочку я привязала к матрешкам также я привяжу веревочку вот такая атласа такой атласный у меня шнурок мягкие внутрь я его вшиваю вот и в серединку я чуть-чуть добавляю синтепуха то есть у меня получается что-то похожее на пин кипы то есть я не сильно набиваю буквально чуть-чуть на ощупь они такие мягкие приятные не плоские вот такие получаются у меня игрушечки и вот как раз я хотела на примере матрешки показать как я вырезаю и как сшиваю конечно же в инструкции все написано но все равно девочки которые любят смотреть вышивальные недели любят смотреть подробные видео и как раз я вам покажу подробно как я это делаю в общем буду сшивать вот эту вот матрешечку вырезать и вот после этого видео выйдет вышивальная неделя там как раз буду все это показывает ну просто замечательные игрушки мне они очень очень нравятся единственный минус в наборе нет иглы вот и когда с собой на природу берешь или на дачу кстати эти процессы очень хорошо использовать как дорожные не нужны пяльца то есть вот маленький такой пакетик и все и можно вышивать то есть держишь пластиковую канву в руках и вышиваешь очень удобно маленький у меня биндер самый маленький я вот сюда вот прикалываю схемку и вышиваю вот и если бы была иголочка вообще было бы идеально потому что многие девочки мне пишут что взяли набор купили в дорогу поехали уверены были что там есть игла иглы нет но вроде такая деталь до иголочка стоит не так дорого я думаю что производителю обязательно нужно позаботиться о том чтобы положить иголочку в набор на вот потому что ну она просто необходимо многие девчонки не ожидают что в наборе нет иглы потому что вот сколько у меня было наборов любую фирму если мы возьмем игла есть абсолютно везде поэтому не всем приходит в голову брать с собой иглу вот но если вы вообще в идеале да еще можно было бы вот такой шнурок положить вы знаете вот такой шнурок допустим белый вот шелковый как вот здесь у меня мягкий очень даже сложно найти в маленьком городе в магазинах есть шнурки разные но они не такие красивые не такие вот они мягкие вот вот мне попался вот такой шелковый отличный шнурок кстати надо побольше бы его купить запастись и нарезать его одинаковой длины вот чтобы везде а у меня были одинаковые но это опять же мелочи нюансы это не так важно но кстати вот этот шнурок он стоит недорого и если тоже производитель бы в каждый наборчик положил но это были бы тоже копейки то есть пять рублей шнурок и сколько там игла да там пять рублей пусть набор бы стоил на 10 рублей подороже на 20 и но все было бы в комплекте но ладно не все в принципе эти игрушки подвешивают может быть шнурок это ерунда это я так знаете уже до кучи уже можно да было бы все наложить здесь но кстати те кто не может найти в продаже в швейных магазинах шнурок можно купить шнурки для ботинок самые-самые тонкие и использовать принципе тоже будет нормально есть толстые до шнурки есть очень очень тоненький но все равно вот такая вот это прям мне очень нравится у меня есть еще тоньше шнурок тот жесткий какой-то некрасиво смотрится а вот этот потолще он блестящий блестящий такой эластичный приятный на ощупь на вот ну в общем вот так вот я их оформила девчонки кто смотрит мой канал постоянно все это уже видели матрешку готовую вы еще не видели вот я вам ее показываю что я ее завершила вот здесь вот я ошибл ошиблась другим цветом вышла но все распорола все переделала в общем теперь у меня не без изъянов осталось только их аккуратненько оформить так ну что будем дальше смотреть мои покупки на вот такой кактус дальше дальше вот такой кактус но это суккуленты в принципе их все можно называть кактусами хотя я вижу это каменный цветок вот мы называем его в народе на огороде тоже такой сажаем каменный цветок а это по-моему алое или колонхо и нет это алое а девочки это все-таки алое просто у нас сажают в оренбурге алое вера и у алое вера нет вот этих вот шипов но разновидности алое много поэтому понятно что это разновидность алое которые у нас в оренбурге не сажают может у кого-то и есть но это не колонхои но неважно это все равно суккуленты и вот такой еще наборчик посмотрите это 4 кактуса это магнитики 4 кактуса руки чешутся очень интересно посмотреть если в наборе магниты поэтому сейчас мы прям с вами все это вскроем и посмотрим пусть это будет не просто обзор посылки а будет полноценный обзор на наборы девчонки мои любят длинные видео поэтому будем смотреть все подробно очень очень мягкий фетр очень мягкий фетр белый в наборе магнитики плоские я так поняла что разрезать надо магнитик на четыре части нужно ровненько его разрезать так ниточки ниточки ну как всегда короткая нарезка во всех наборах такая нарезка ура белая канва девчонки я уже показывала в прошлой вышивальной неделе обзоры на эти наборы и в наборах где-то белая канва а где-то вот такая прозрачная вот как матрешках то есть она не совсем прозрачная ну вот как видите да разницу так не знаю вам видно разницу на видео должно быть видно вот видите вот то есть какая канва вам попадется в наборе угадать невозможно вот у меня вот эти матрешки в двух прозрачная канва и в двух белая канва в общем вот так вот это не угадать невозможно я люблю больше белую канву а на прозрачной вообще мне вначале было дискомфортно вышивать я даже говорила девчонкам жаловалась говорю что-то у меня там все просвечивает мне некомфортно но потом привыкла и даже уже не замечала что у меня прозрачная канва вот но на белой как-то все равно мне вышивать приятнее так ну в общем вот она канва вышиваются на ней 4 магнитика ну само собой это односторонние магнитики не так как вот здесь у нас игрушки двухсторонние да кстати для тех кто не знает вот видите на двух сторонах обычно здесь разный рисунок также и на яйце пасхальном ну и соответственно на матрешках то есть вот нравится мне что нужно разные рисунки вышивать одинаковые бывают утомляют а вот но в общем я так понимаю что это канва на два магнитика и это канва на два магнитика но наверняка расположение как пуши вот так шевать до чего так будто не располагаться вот это так понятно потом мы на обратную сторону приклеиваем фетр и потом приклеиваем магнитик ну в общем вот такой набор так и иголочки как всегда я не вижу ну ладно тоже здесь нет но ничего я знаю что производители часто смотрят обзоры блогеров и потом что-то дополняют что-то исправляют еще у многих девочек знаете какие нарекания что схемы очень серые но вот я без труда вышиваю по этим схемам но многие девчонки считают что они очень серые можно было бы просто черно-белую сделать схемку а потому что им некомфортно вышивать но мне нормально то есть я привыкла мне как-то нормально вышивать кстати пишите в комментариях нравится ли вам схемы от фирмы жар птица или нет в принципе я думаю что ваше мнение все равно производителям рано или поздно учитывается и если будет очень много комментариев то возможно что-то будет исправлено так ну что посмотрим с вами наборчик который я хочу начать вышивать я вижу что там в наборе есть бисер ура во всех моих трех наборах белая канва я посмотрела и в том наборе и в этом белая я ее люблю я очень рада так вот такие вот ниточки красивые сиреневые зеленые голубые ну кто смотрит мой канал постоянно знают очень люблю я сиреневые голубые цвета люблю ими вышивать но те кто не знают теперь узнаете кстати если вам видео нравится не забывайте ставить лайк а также подписывайтесь на канал не забудьте нажать колокольчик чтобы не пропустить следующие мои видео так что дальше дальше у нас бисер двух цветов бисер чешский я могу даже не читать я вижу так уже что бисер чешский пресиоза 10 номер это самый стандартный бисер все почти все мои работы вышиты бисером 10 вот очень красивый вот этот цвет зеленый так сейчас посмотрим где он используется вот на горшочке а вот здесь на вот здесь на горшочке вот эти квадратики это как раз бисер вот такого красивого зеленого бирюзового такого красивого бирюзового цвета и белый бисер используется вот здесь вот это шипы шипы очень красиво кстати смотрится очень красиво смотрится они обычно не очень нравится что я еще хочу добавить вот про этот наборчик и про другие кактусы все эти кактусы у меня будут оформлены также как мои игрушки все будут висеть на веревочке я не знаю пока куда я буду вешать но на полку я точно их расставлять не буду а все будут на веревочке будут лежать в одной коробочке и кстати может вам покажется это странно я хочу наряжать елку разными игрушками не только новогодними но даже если это будут матрешки или вот такие вот кактусы и я тоже их могу повесить на елочку размер 13 на 9 сейчас у жар птицы есть игрушки побольше которые на подставочке стоят но я не хочу их ставить на подставку я выбираю маленькие игрушки большие не выбираю вот хотя сейчас продают отдельно подставочки вот для таких игрушек можно купить отдельно подставочку и поставить на полку но я все равно буду все их подвешивать на веревочку так ну что я прямо сейчас приступаю к вышивке этого наборчика а вам говорю до свидания всем желаю удачи с вами была инесса пока пока а